МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это снова мы, Данила и Никита Васильевы. Начинаем программу Акелл Бусер. Необычное название наших голосей расформировать очень просто. Прочитайте его заново вперед. Справились? Тогда начинаем! Сегодня мы будем поздравлять учителей, поговорим о школьных традициях, побываем в слизко-ремесел и выясним, какие портфели нравятся школьникам. Друзья, отгадайте загадку. С белым мелом и указкой он проводит нам урок и рассказывает класса наш любимый педагог. Сегодня миллионы теплых слов и пожеланий летят в адрес учителей всего мира. Вот и мы. Хотим поздравить нашу любимую Людмилу Андреевну. С Днем Учителя! Огромное вам и всем педагогам спасибо! Здравствуйте! Доброе утро! С праздником! Спасибо! Приходишь на работу, а там сюрприз. Как приятно! Если бы я была учительницей, я бы весь день только пятерки ставила. Старшеклассники нашей четвертой гимназии встраиваются в живой коридор каждый год. Но этот, День Учителя, отличался от других, потому что педагоги школы подготовили ответный сюрприз. Вот это поворот. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, пропасти и взлет. Ну, так дома, в семейном кругу, конечно, мы поем. Но сегодня у меня первый опыт вот на такой большой сцене выступала. Конечно, волновалась, но надеюсь, что все получилось. Вы правильно поняли. Наши учителя превратились в артистов и зажигали на праздничном концерте. Кто-то выбрал сольную песню, кто-то объединялся в дуэты. Появился в нашей школе и педагогический ансамбль. Как известно, красивый номер требует длительной подготовки. Надо много репетировать, подобрать костюм, записать фонограмму. И на все это учителя нашли время. Скажу честно, мы теперь даже сильнее их зауважали. Меня сегодня удивили все, поразили все. Оказывается, у нас такой талант блещет в нашем коллективе. Истинно горжусь своими педагогами. Директор школы тоже с удовольствием подключилась к проекту. В день учителя музыка действительно связала вместе учеников, родителей и учителей нашей гимназии. Что-то мне подсказывает, что мы еще не раз увидим творчество наших любимых педагогов. Мы желаем всем учителям много маленьких друзей. А еще о тех уроках. Умных детей. Послушных родителей. Веселого настроения. Мы сегодня учителям подарили песню про мечту. И пусть у всех учителей мечты сбываются. Ирина Климина, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Любимая ученица, как вторая мама, всему научит, придет по помощи. А школа получается второй дом. Мы действительно проводим там очень много времени. У нашего класса, как и ученики, есть свои традиции. Например, осенью мы устраиваем праздник-арбузник. Зимой проводим конкурс новогодних поделок. А весной отправляемся в поход. А какие традиции есть в ваших школах? Я учусь в третьем лицее. И прошел и месяц, как я узнал о двух традициях своей школы. Одна из них – День здоровья. Там мы всей школой выезжали за Волгу, где участвовали в спортивных мероприятиях. Вторая традиция – посвящение в лицеисты. Мы принимали торжественную клятву и защищали честь своего класса. А сейчас мы узнаем традиции других школ. В четвертой гимназии, так как она с английским уклоном, есть все английские традиции. Например, на Хэллоуин мы делаем поделки из тыков, делаем разные блюда, приготовливаем из тыков. А Мэри Крисмас – это Рождество в Англии. Мы справляем чуть раньше, чем российское. У нас есть традиция, каждый год мы проводим День березы. Там мы сажаем березы вокруг нашей школы, чтобы вокруг нашей школы всегда было красиво. В нашей школе есть День самоуправления. Там ученики могут преподавать у детей, которые младше их на несколько лет. Это может быть абсолютно любой предмет, даже физкультура. В нашем лицее номер 4 очень много традиций, начиная от простых до очень больших. Ну, самая такая, я думаю, простая традиция у нас в лицее – это акции. Самая простая из них – это акция «Сто пятерок». Там, если ты наберешь «Сто пятерок» за полугодие или год, тебе дается 500 рублей. Ну, вот, я думаю, такая самая большая и значимая традиция – это посвящение в лицеисты пятиклассников. У нас в школе есть английская традиция, так как мы – школа с английским уклоном. На День учителя мы каждому учителю дарим яблочко с пожеланиями или говорим им большое спасибо за их вклад. Такая традиция у нас в школе введена только второй год, но надеюсь, что она будет еще продолжаться. Нам это очень нравится. Ребята, а сейчас поднимите руку те, кому помогают делать уроки – бабушке. Как вас много! Наверное, это вот так выглядит. Привет, подружка! Привет! Ты уроки сделала? Сделала. Осталось только портфель сложить. Вот тапочки сейчас положу. Моему внучку завтра в 100-метровку сдавать, а я опыт по природоведению провожу. Моему Никитушке фасоль вырастить надо. Фасоль? А где же ты ее взяла? И супа выловила. Так, стоп. Дорогие бабушки, мы вас всех очень любим. Но знаете, 100-метровков не бегают в тапочках, а вареная фасоль никогда не прорастет. И вообще, мы уже совсем большие и можем делать уроки самостоятельно. Мы в жизни и так много учились и работали. А теперь отдыхайте и принимайте наши поздравления с Днем пожилых людей. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще, мы еще побояли. Вот так необычно решили отметить День пожилых людей ученики третьего лицея. Вместе со своими бабушками и дедушками ребята организовали яркий праздник. К сожалению, мы не часто навещаем бабушек и дедушек. Я думаю, это из-за уроков, из-за занятий, когда много дел. Но у нас есть один прекрасный повод. Это День пожилых. На нем мы можем пообщаться с бабушками и дедушками, попить чаю, поесть бабушкиных пирожков. А еще послушать интересные рассказы. Ребятам 7-го А-класса очень повезло. Ведь бабушка Саша Шуракова ветеран Великой Отечественной войны. То, что мы старые, у нас и зрение плохое, и слух плохой, и ноги плохо старые ходить. Так от вас мы требуем только уважения. Больше нам ничего не надо. Остальное у нас все есть. Мы находимся в серьезном физико-математическом лицее номер 3. Я думала, что дети здесь только задачки умеют решать. А оказалось, они и веселиться мастера. Бабушкам и дедушкам с ними не скучно. Быть пенсионером хорошо или плохо? Хорошо. Когда подошел мой пенсионный возраст, я ни одного дня не осталась на работе. Я ушла на пенсию. И у меня столько появилось свободного времени, чтобы реализовать все свои мечты, недоделанные дела. Вот в такой свободе. У меня 8 внуков. Я нахожу время для каждого внука. И у меня очень бурная и насыщенная жизнь. Этого желаю каждому пенсионеру. Атмосфера в классе теплая. Тут все теперь хорошие друзья. Вот было бы здорово проводить такие встречи в каждой школе. Но благодарить и помогать пожилым людям нужно не только по праздникам. Не было бы их, не было бы нас. Всегда помните об этом, ребята. Ксюша Серова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. А сейчас мы отправимся в Подмосковье. В вокально-танцевальный лагерь Макса Девинсона. Там отдыхали и учились все боксарские ребята. Юные вокалисты посетили десятки мастер-классов. Например, учились наносить сценический грим. Среди множества преподавателей был и известный певец. Финалист проекта «Голос дети» Лев Акселерот. Творчество – это мое все. Бросать я делаю это, не собираясь ни в коем случае. Потому что мне это приносит удовольствие. Как говорится, работа не работа, которая не приносит удовольствия. Я люблю людей, которые ценят мое творчество. Я вообще очень ценю то, что сейчас происходит в моей сфере творчества. Как музыканта, как актера, в общем, как артиста. Программы «Голос» и «Голос дети» очень популярны. Неудивительно, что сейчас все больше и больше ребят хотят научиться красиво петь. И национальное телевидение «Чуваши» готово им помочь. Вместе с газетой «МК» в Чебоксарах мы начинаем творческий проект «Зажигай». Каждый из вас 10 октября может прийти в ресторан «Бурбон» и спеть любимую песню. Жюри будут отбирать детей с хорошим голосом. Завершится проект шикарным концертом и награждением победителей – мальчишки и девчонки. Если вы любите петь, участвуйте в конкурсе. Записывайтесь прямо сейчас. Ребята, мы хотим вас познакомить с нашим новым другом. Знакомьтесь, это волшебный Джин. Эй, дружок, меня зовут Джин. Я прочитаю твои мысли при помощи магии. Подумай о животном. Скажи «Я готов» и мы начнем игру. Я готов. Отлично! Я собираюсь задать тебе вопрос. Это животное имеет длинный хвост? Да. Хорошо. Может оно прыгать? Да. Очень интересно. Оно в основном питается растениями, травой или фруктами? Нет. Все в порядке. Может это животное жить в доме? Да. Хорошо. Оно из семейства кошачьих? Да. Оно очень маленькое? Нет. У меня создалось ощущение, что это кошка. Это именно то животное, о котором ты подумал? Да. О, я лучший. Я впечатлил сам себя. Вот до чего дошел прогресс. Игрушки уже умеют читать мысли. Такие умные. Но дети все равно умнее. Особенно те, кто ходит в мастерскую «Умные детки». Где это такая находится? Сейчас узнаешь. Сегодня открытие обновленного клуба «Умные детки». Аплодисменты! Был в городе Чебоксары детский центр. И в один прекрасный день превратился в мастерскую «Ремесел». Что это значит? А то, что все мальчики и девочки нашего города смогут освоить здесь самые разные профессии. Мы, к примеру, сейчас озеленители и ландшафтные дизайнеры. Сажаем туи. Однажды я заметила на своих собственных детках, что всем детям хочется почувствовать себя взрослыми и делать настоящие взрослые дела. Быть, например, настоящим журналистом, быть радио- или телеведущим, настоящие печь пироги, делать пельмени, участвовать в настоящей археологической экспедиции. И мне пришла идея, что раз нам уже 6 лет, мы практически пошли в школу, то мы сделаем целую настоящую такую ремесленную мастерскую, где детки могут себя попробовать в самых-самых разных профессиях и научиться самым настоящим взрослым делам. Знакомиться с профессиями действительно лучше с детства. В этой мастерской наша дружная компания превратилась в археологов. Теперь наши рабочие инструменты – кисточки и лопатки. Есть вот у археологов один способ, которым можно найти предмет. Мы лопатку вкладываем вертикально в песок и тихонько стучим, простукиваем. И если вы услышите звук металла, камня, глины, то, наверное, там что-то уже все-таки есть. Маши! Наш древний кувшинчик! Это часть или целая все-таки? Осторожно. Часть. Осторожно, главное. Часть. Ух ты! Это часть! На что это похоже, ребят? Часть! Ребятам, которые обожают опыты и мечтают стать учеными, очень понравятся в лаборатории. Думаю, не все взрослые трогали сухой лед, а нам повезло. Дуем, 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 дуем. Это вкусно! Не бойтесь, не бойтесь, он не опасный. Он сейчас у нас с вами превратится просто в воздух. Химичить можно и на кухне. Возьмем черный перец, белый перец, добавим куркуму и получим самые вкусные специи, сделанные своими руками. А куда это потом добавлять, что с ней делать? Это все добавляется в мясо. В мясо? Да. Когда готовы мясо или курицу, это добавит нам вкус, аромат и цвет. Мастерская «Ремесел. Умные детки» – это десятки мастер-классов, будущих строителей, актеров, художников. Мне понравилось быть археологом, потому что я очень люблю археологические раскопки, когда там находят разные осколки кувшинов и кости динозавров. Мне понравилось актерское мастерство, потому что там было весело, и мы изображали сказки. И я хочу стать актрисой. Записаться на занятия в мастерскую «Умные детки» можно по телефону 438377. Следите за новостями и в официальной группе ВКонтакте. Настя Трифонова, Андрей Шоклев, Акел Бупсер. Представляете, мне сегодня пришелся сон, как будто я потерял портфель, искал его всю ночь и бегал по школе. Да, особенно страшно потерять рюкзак со всеми учебниками и карточкой на питание. Поэтому, ребята, портфель обязательно нужно подписывать и не бросать его где попало. Портфель, ранец, рюкзак. Из года в год мы носим в нем учебники, спортивную форму, сменку, бутерброды. Этот предмет с нами каждый день. И, конечно, хочется закидывать на спину красивую и модную вещь. Первоклашки выбирают портфели с ортопедическими спинками, светоотражающими полосками и яркими рисунками. А какие модели нравятся подросткам? Итак, начиная пора с популярных портфелей. Мой портфель лучший, потому что ты такой нечасто встречаешь в городе, и его можно взять и в школу, и на прогулку, и в поход. Мой портфель самый лучший, потому что он сам по себе очень легкий. И сзади есть такие мягкие подушечки для спины. Мой портфель лучший, потому что он ездил во многие города, и с ним удобно ходить в школу и гулять с друзьями. Мой портфель лучший, потому что на нем есть такая замечательная собачка, бриллиантик и целых три отсека, очень вместительный. Мой портфель лучший, потому что он с пандой и не похож на другие, а я очень люблю панд. Мой портфель лучший, потому что автор рюкзаков «Розетка» каждый раз придумывает новые стили. Его фишка в том, что он умеет сочетать несочетаемые. Мой портфель самый лучший, потому что полезает в учебнике формата А4, а также он очень стильный. Мой портфель лучше, потому что он очень качественный и удобный. Встречала ли ты школьника с таким же портфелем, как у тебя? Да, к сожалению, встречала, потому что усы, которые изображены на портфеле, они в этом году очень популярны. Девчонки, как часто вы меняете портфель? Я меняю портфель, пока он не порвется, примерно раз в два года. А ты? Я меняю через каждые три года, пока он не станет затасканным или страшненьким. А тебе он не надоедает за три года? Нет, потому что, когда мне покупают рюкзаки, они мне всегда очень нравятся, и я с ними везде гулять, и в школу, везде практически. А как можно украсить портфель? Можно украсить портфель значками, брелками. Мелками, кто их разрисовывает мелками, красками. Это очень необычно, но здорово. Итак, самыми популярными сейчас являются рюкзаки с усами, космической расцветкой, смайликами и розетками. Так называют кожаный ромбик с дырочками. На школьные рюкзаки он перебрался с туристических, ведь этот элемент необходим в походах и во время скалолазания. Он помогает крепко закрепить веревки или снаряжение. Ну и в заключении полезный совет. Какой бы красивой ни была ваша школьная сумка, главное, чтобы она была подъемная. А рассчитать безопасный вес портфеля можно по формуле. Умножаем свой вес на 8 и делим на 100. Если я, к примеру, вешу 40 килограммов, умножаем на 8, получается 320. И 320 делим на 100. Получается 3 килограмма 200 граммов. Для красивой осанки и хорошего здоровья мне нужно носить портфель весом 3 килограмма и 200 граммов. И напоследок еще одна приятная новость. Национальному тревюринию Чуваши исполняется 4 года. 10 октября с утра до вечера смотрите в эфире наши самые интересные программы. Мы всегда рады посланиям, которые приходят на наш сайт или в группу ВКонтакте. Не скупитесь на поздравления. А пока слушайте наши добрые пожелания. Хороших всем новостей, творческих учителей, верных друзей и веселого настроения. До свидания! И напоследок еще одна приятная новость. Национального тревюринию Чуваши исполняется... На национальном? На национальном? Да нет, ты такой... Я такой хороший. А сейчас поднимите руку те, кому помогают делать уроки бабушки. Как вас много! Наверное, это вот так выглядит. Не может ли завязать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА